Информ Бистро с Николаем Осиповым Информ Бистро с Николаем Осиповым Уже было известно о том, что в Азии легли компьютеры, которые используют Microsoft, так вот рано утром людям сообщили на их личные телефоны, чтобы они лучше не включали компьютеры до того момента, пока не станет понятно, все у них нормально в компании или нет. Но это так шутливо, а на самом деле серьезно, огромные проблемы сейчас наблюдаются по всему миру, при этом это не одна какая-то страна, это не один какой-то регион, а это начиная от Австралии и заканчивая Аляской. И в Азии, и в Европе проблемы наблюдаются в первую очередь в авиакомпаниях, которые, как выяснилось, без Microsoft не могут отправить никуда самолеты. Еще рано утром в Индии, в аэропорту Дели сотрудники аэропорта извинялись перед пассажирами, даже пытаясь на бумагах выписывать посадочные талоны буквально от руки. Таким образом сажали людей в самолеты. Но проблему это на самом деле не решает, потому что все равно было принято решение об отмене огромного количества рейсов. Вот сейчас, ну, несколько минут назад была такая статистика, что тысяча рейсов по всему миру отменено, но это только, по-моему, предварительные подсчеты, потому что никто не понимает, когда все аэропорты в мире, те, которые пострадали и в Европе, вот в Берлине аэропорт не работают, в Лондоне, когда не смогут вернуться в нормальный режим работы. Ну, например, в Великобритании компания Ryanair, ирландская компания, которая огромное количество берет на себя пассажиров для перевозки. Сейчас самый-самый напряженный сезон, напряженной недели в году, потому что многие школы в Европе, ну, в частности, британские школы, британцы, люди с деньгами, которые съезжают по всей Европе, в Европе разлетаются, у них отменяются рейсы, когда пассажиры смогут зарегистрироваться на рейсы, непонятно. Ну, аэропорты — это, наверное, то, что попадает сразу же в новости. Проблемы в работе банков, проблемы в работе супермаркетов во всей Европе, в Австралии, проблемы в работе больниц, которые пользуются, хранят информацию в компьютерах о своих пациентах, которые также сидят на Майкрософте. Ну, почему это произошло, по всей видимости, уже понятно. Сама компания Майкрософт не говорит, что виноваты они, они перекладывают вину на компанию, которая им предлагает антивирус. Та самая компания CrowdStrike, которая, президент которой уже выступил с явлением, сказал, что да, у них во время запуска обновления произошла ошибка. Сейчас эту ошибку уже локализовали, идентифицировали и начинают пытаться ее устранить. Но как только пришла эта новость, это было сделано заявление, также уже пришло сообщение о том, что акции этой компании полетели в тар-терроры. Компания потеряла миллиарды долларов, поскольку акции рухнули как минимум на одну пятую. Но самое интересное, в последнем отчете этой компании говорится, что у нее 24 тысячи клиентов. Но клиенты, надо говорить, это не частные какие-то конкретные люди, а это огромные компании, которые пользуются ее продуктом. Один, например, из этих клиентов может быть большая авиакомпания. Вот сколько у нее же там компьютеров задействовано, это большой вопрос. Когда все сможет вернуться в норму, пока непонятно. Известно, что одна американская авиакомпания к этому моменту сообщила, что она возобновила свои рейсы. Это значит, что к компьютерам, которые вот таким образом зависли, там, где появился голубой экран, к этим компьютерам получили доступ сотрудники, которые буквально физически пришли к этим компьютерам, перезагрузили, сняли вот это последнее поломавшее в компьютер систему компьютера обновление Microsoft, отмотали обратно, вернулись к ранним установкам, и тогда все у них заработало. Но вот теперь такие сотрудники должны буквально физически прийти к каждому компьютеру и вручную это обновление отмотать назад, его удалить. Как быстро это получится сделать? Совершенно непонятно. Николай. Да, отмотайте до Pentium 1 хотя бы получается. Спасибо большое, Елена Балаев была на связи. О глобальном сбое компьютерном в мире добавлю такую уточненную информацию по потерям, которые понесла разработчика CrowdStrike. В моменте потери были 17 миллиардов 780 миллионов рыночной стоимости. Потом пошел небольшой откат. Спасибо большое, Елена Балаевой. Сейчас в Белом доме сообщают, что Байден уже в курсе глобального сбоя. Ждем, когда они подтвердят, что это Байден всех спас от мирового IT-коллапса. Кстати, в Белом же доме называют недостоверную информацию о том, что семья Байдена пытается его вернуть, ну, вернее, обсуждает планы его выхода из выборов и призывает Белый дом сохранять веру и спокойствие. Что касается сбоя, то Джордж Курц, гендиректор той самой CrowdStrike, заявил, что проблема, вызвавшая глобальное отключение, выявлена. Сейчас запущено исправление, уже почти даже все исправили. Активно работает компания с клиентами, которые пострадали от этого дефекта. Ряд структур не затронуты этим сбоем. Это не инцидент безопасности или кибератак. В общем, хакеры не при чем. Но у нас в России вообще все спокойно прошло. Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт Домодедова. Авиагавань готова предложить партнерам резервную систему регистрации Astroids. Заявляли, сегодня в Домодедове она полностью российская, не связанная с Microsoft. Шереметьево аналогичные комментарии. В условиях международного IT-сбоя аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Производственная IT-система аэропорта функционирует стабильно. Одним из ключевых факторов устойчивости информационных систем аэропорта является внедрение собственных разработок и импортозамещающих решений. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию. Россия, свое родное, территория стабильности в этом уязвимом мире. Глобальный сбой практически не затронул нас, если только кого-то в частном порядке. Самолеты летали и летают, поезда ходят, телевидение без проблем. В Британии Sky News, как мы знаем, сбоила. Росавиация объясняет все это внедрением отечественных программ, а Минцифра напоминает о значимости импортозамещения. Ситуация с Майкрософтера показывает в очередной раз значимость этого самого импортозамещения иностранного ПО в первую очередь на объектах критически важной инфраструктуры. Изменений в работе АЭС России из-за глобального IT-сбоя не произошло. Об этом заявили в Росатоме. Пресс-секретарь Росэнергоатома Андрей Альберти заявлял. Сбоев в работе программного обеспечения в Росэнергоатоме не фиксируется. Наша компания несколько лет активно занимается импортозамещением оборудования и программного обеспечения. На сегодняшний день мы работаем преимущественно на импортонезависимом отечественном ПО. Также отмечу, особое внимание в Росэнергоатоме уделяется совершенствованию и модернизации систем информационной безопасности.